Обвинение бывшего генерального директора Тихоокеанской мостостроительной компании Виктора Гребнева стало одним из самых громких уголовных дел в Приморском крае и вызвало общественный резонанс. Он обвиняется в растрате бюджетных средств и в преднамеренном банкротстве компании в период ее участия в строительстве космодрома Восточный. Последнее слово и оглашение приговора назначены на май 2019 года. Особенности и нюансы этого дела сегодня у нас в студии готов обсудить адвокат Виктора Гребнева Игорь Поляков. Игорь Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Давайте напомним, что такое Тихоокеанская мостостроительная компания или, как говорят у нас, ТМК. Это компания, которая строила очень важные для города объекты. Это объекты саммита, объездная трасса Седанка-Патрокол, это Золотой мост, это мост через Дифриз. Потом она получила подряд на строительство космодрома Восточный. И произошел очень неожиданный поворот, какое именно обвинение директора по двум статьям. Как так произошло? Что случилось? Расскажите нам, опишите нам ситуацию в целом. Сегодня, думаю, мы поговорим только о первой части обвинения, обвинения Гребнева, по статье 160-й, растрата денежных средств, хищения при строительстве объектов стройки федерального значения, космодром. Вот об этом поговорим. Давайте я сразу же обрисую для наших зрителей, для вас схему, и она позволит вам понять очевидную абсурдность обвинения. Роскосмос. Начинается строительство космодрома. Дальспидстрой – генеральный подрядчик. Он привлекает ряд субподрядчиков. Одним из них является ТМК. ТМК заходит на строительные площадки в августе 2012 года. Начинается строительство, и затем обвинение усматривает хищение Гребнева в период с весны по июнь 2013 года. В чем суть? При привлечении строительных компаний на какие-то работы, как правило, у них не хватает оборотных средств. Это по всей России. Поэтому они привлекают денежные средства, кредитуются. В частности, ТМК получила кредит в одном из банков России на 500 миллионов рублей. Целевой кредит тут же загнали на строительную площадку, на работы, и его осваивали. На сегодняшний день по неписанным, но уже утвержденным правилам, во избежание хищения бюджетных средств, денежные средства сразу же до начала работ никому никогда из подрядных организаций не перечисляются. Чтобы они не развалились, деньги не угнали, там в офшоры и так далее. Поэтому сначала идет первоначальный цикл строительных работ за счет компаний. Затем работы актируются, поступают авансовые платежи. Здесь было то же самое по аналогичной схеме. И получилось, что кредитовалась ТМК на 500 миллионов, затем еще привлекла кредит другого банка на миллиард. Строительство производила, производила. Выполнила работ на условно первоначальном этапе строительства на миллиард примерно 200 миллионов. С апреля по июнь стали поступать отдать спецстроя вот эти авансовые платежи в размере 400 миллионов рублей. Эти деньги тут же направлялись на гашение кредита. Сразу же скажу, никаких фирм однодневок, сомнительных сделок, обналичек, ничего не было. ФСБ проверяла, а мы знаем, они умеют проверять. Пожали руки, сказали, Виктор Григорьевич, все чисто. Прокуратура, тем не менее, усмотрела хищение вот этих 407 миллионов с этой стройки. Ну, действительно, абсурдная получается ситуация, исходя из того, что вы сейчас нам рассказали. Ну, я читала в одном из ваших интервью, что вы называете такие ситуации, скажем так, неким обвинительным трендом сегодня. Действительно ли это так и почему? Я начну все-таки с дела Гребнева. Конечно. Прокуратура усмотрела обвинение, все понятно. Им спустили эти указания. Крайовая прокуратура, соответственно, дала указание УВД Края. По начальству спущено до следствия. Вот этот мах завертелся. Все, дело на контроле у Путина. Гребнева надо посадить. Я, разумеется, пытаюсь доказывать и объяснять. Подождите, что значит дело на контроле у президента Путина? Путин, я уверен, сказал так. Разберитесь с ситуацией. Если допущены нарушения, поступайте по закону. Вот что мог сказать Путин. Но в вашем таком холопском сознании контроль Путина ассоциируется с тем, чтобы угодить в виде не того, чтобы разобраться с ситуацией, а репрессировать человека. И все бегают, как вот эти хомяки в вольере. Тут же все задвигаются, посадить Гребнева, посадить Гребнева, посадить Гребнева. Да это неправильно. Что за рабский менталитет? Разберитесь с ситуацией. Но уже, понимаете, на сегодняшний день и тогда была понятна какая-то обреченность уже этого дела. Чтобы мы не говорили, какие ходатайства бы не заявляли, все говорили, все дело на контроле у Путина. Значит, надо посадить. Что значит посадить? Это что, морковку посадить, картошку посадить? Разберитесь, есть же права человека, презумпция невиновности. Президент сам, юрист, он что не поймет? Как доложить ему, такой итог и будет. Правильно ему докладывают, что Гребнев похитил чудовищные, как писали в одно время, многоэтажные хищения Гребнева. Ну и все, ему некогда разбираться с этим. Ну вы-то разберитесь, есть же спецведомство, есть же прокуратура в конце концов. Но никто не стал разбираться. И мы читаем обвинительное заключение по тексту. Гребнев из корыстных побуждений. При получении денег, когда из спецстроя принял преступное решение. И погасил задолженность перед банком в размере 407 миллионов рублей. То есть якобы эти деньги он взял и погасил свою задолженность? Да. По мнению обвинения он... Этим самым совершил хищение денежных средств, целевых денежных средств, которых должен был тратить на строительство космодрома. Мы на это и говорим, подождите, это отработанные деньги. Там авансы, нам говорят. Мы поясняем, нам уже объяснили специалисты. Аванс, это фраза, вот это слово, означает то, что... На тот момент положительной государственной экспертизы проекта вот этого огромного комплекса не было. Поэтому все перечисления за отработанные, выполненные работы, любым субподрядчикам, оно идет после вот этого термина аванс. Но там было дописки аванс за фактически выполненные работы. Выполнен человек на миллиард 200. Вы ему дали в три раза меньше 400 миллионов примерно, он погасил кредит, вы говорите, он похитил деньги. Он что, раб сила что ли? Должен был только все поступающие деньги тратить на космодром? Но он тогда мог вообще не брать кредит и не начинать строительство, пока вы не оплатите первый рубль. И на этом бы все закончилось, стройки бы не было. Ну, как мы уже сказали выше, была проверка ФСБ, действительно, вы подтверждаете этот факт, владеете всей информацией, документами. По таким объектам, это стратегические объекты, оперативные службы подключаются в обязательном порядке. И, соответственно, вы как адвокат все эти документы предоставляете суде, правильно? Ну, я эти документы не предоставляю, я просто владею какой-то информацией. Это доказательство того, что Митр Гребнев не причастен к этому человеку. Более того, совершенно верно. Сразу же скажу, не нужно, так скажем, дезинформировать людей и сравнивать или совмещать ТМК и работу, которую она проделала, с теми якобы хищениями, которые установлены по возбужденным делам руководства Дальспидстроя, там кто-то осужден, или почему ракета не взлетела. Это Гребнев не имеет никакого отношения. Он выполнял стартовые какие-то работы, важные самые, фундамент, начиная с ратья Котлована, какие-то галереи подземные, железнодорожный путь, по которому ракета-носитель выезжает на стартовую площадку. Все это безукоризненно сделано, качество работ подтверждено разными комиссиями ведомственными федерального уровня, исключительно потому, что объект федерального значения, он стратегический, военно-стратегический, так скажем. Все это проверено, вопросов к нему нет. Вопросы появились у прокуратуры. Вот мы видим итог. То есть на космодроме изначально все было принято, все работы были приняты, все было подтверждено, что все выполнено правильно. И сейчас все принято и подтверждено, и космодром, в лице Роскосмоса, Дальцпедстроя, они отказались и даже не предъявляли ТМК и Гребневу претензий за вот этот первоначальный этап работы. Но претензии предъявила прокуратура, получается. А что говорит прокуратура на предоставленные вами документы, все необходимые по делу? Да, жалобы ходатайства писались до верха федерального центра, но в стандартные, скажем так, отписки не подлежат удовлетворению, оснований нет. Мне кажется, самое время вернуться к вопросу о неких обвинительных трендах. Давайте даже скажем по-другому. Парадокс еще вот этой зловещей какой-то формулы и выводов еще в том, кто же потерпевший по делу? В чем хищение, в чем преступные последствия? И получается, что преступных последствий нет, но потерпевшие тогда, разумеется, раз мы говорим по логике прокуратуры, стороны обвинения о том, что использовал Гребнев незаконно целевые денежные средства, тогда кто потерпевший? Ну, раз это целевые бюджетные денежные средства государства, но Роскосмос и ДСП-строй отказались быть потерпевшими. И потерпевшим сделали, ну вы никогда не догадаетесь, ТМК. Так это же еще больше абсурд. Это даже смешно, извините, конечно. Любой человек, даже не обладающий юридическим мышлением, но имеющий два нормально функционирующих полушария, он поймет, что это нелепость. Но кто-то из юристов, который руководит, и как укловод вот это дело, извините за сленг, педалирует, они усматривают по-прежнему в этом хищении. Это абсурд. ТМК, которая никогда не владела этими 407 миллионами, она кредитовалась, потом вернулась. Сейчас она потерпевшая и требует с Гребнева, настаивая на обвинении Гребнева в хищении, требует их с Гребнева. То есть предприятие никогда не владело этими деньгами, сейчас оно на них претендует как на собственные деньги. То есть возникает вопрос, что ТМК, когда Гребнев им руководил, не нужно было возвращать кредит банку? Нужно. Деньги это были хоть? Это были собственные деньги ТМК? Нет, это были привлеченные. На каком основании сейчас они выступают главными обвинителями? Их толкает прокуратура. Это даже дело не в Гребневе, не в последующем руководстве. Есть конкурсные управляющие, вы поймите, Россия страна большая. Там есть герои-антигерои, есть люди святые, есть иуды. Вот такой иуда появился в правоохранительной системе, один из конкурсных управляющих. Я не буду называть фамилии, чтобы, как говорится, не налипнуть на закон о защите чести и достоинства. И подписал все бумаги со всеми требованиями. Да, мы признаем, что Гребнев своим преступным руководством похитил деньги, принадлежащие ТМК. Вот человек подписал вот эти грязные, абсурдные документы, которые и дали ход тем, кому это было выгодно. Ну, ситуация аналогична с 30-ми и 40-ми годами. Что Сталин виноват? А кто доносы строчил? Сталин, что ли? Вот были такие же вот люди, ну, уже с маленькой буквы. Вот, Мак завертелся, ТМК потерпевший. Дело, вы представляете, каково адвокатам, которые в деле разобрались с юристом профильным? Я-то, мой коллега, два защитника у Гребнева. И которые доказывают из года в год весь этот правовой идиотизм. Ну, он даже не правой, это беспредел натуральный. Но мы ничего никому доказать не можем. Игорь Михайлович, ну, вот, я не знаю, насколько это применимо в данной ситуации, вы мне сейчас расскажете, но есть такое понятие, как экспертиза. Да, то есть, по факту, как вы сейчас сказали, принятый банкрот. Не проводилась экспертиза. Не проводилась. Потому что ее нет смысла в ней. Так как мы представили всю первичную документацию. Меня сейчас поймут, даже вы поймете просто как человек, обладающий средним аналитическим умом. Но люди, которые сталкивались с подрядными работами, они поймут это очень хорошо. Все КС-2, КС-3, это акты выполненных работ, справки о выполненных работах, подтверждающие. Все перечисления, платежные документы, все пачки систематизированы, приобщены. Материал дела имеется. С самого события хищения нет и быть не может. То есть, убийства нет, но человек обвиняют в убийстве. А кого он убил? Он живет, ходит, гуляет. Но его обвиняют в убийстве. Вот здесь такая же ситуация. Все говорят о хищении, но хищения не было, потому что все функционирует. Все работы, какие выполнены на этом объекте стратегическом, закрытом, они все сделаны, претензий нет. Но Гребнева сейчас обвиняют в этих нелепостях. И ситуация с ТМК такая подобная, не единственная в стране? Да, вы поймите, это уже целый тренд. И таких дел становится все больше и больше. И, к сожалению, вот этот балл беззакония организует со стороны обвинения всегда прокуратура. К сожалению. Я не хочу кинуть грязи в этом ведомство, но оно нуждается давно уже в таком мощном реформировании, которое уже назрело. Мой коллега, адвокат, он не выдержал их своей защитительной речи, прямо сказал, что основные преступники, это не Гребнев, это работники прокуратуры. Я не сторонник какой-то персональной ответственности, я исхожу из того, что эта система людей ломает так. Но на самом деле зачастую именно прокурорские работники, по-моему, выступают подстрекателями к совершению преступлений в виде вынесения заведомо неправосудных постановлений, приговоров судами. Потому что они настаивают на обвинениях, даже когда очевидные факты невиновности человека, не только Гребнева, и Гребнева в том числе, но они поддерживают, они доказывают, они убеждены. А цель их? Цель. Давайте так скажу, на сегодняшний день задачи, которые стоят перед этим ведомством, они стали исключительно декларативными. Это законность, это правовое просвещение, порядок. Реально уже все по-другому. Вот знаете, как в Древнем Риме была веками одна и та же поговорка, она сейчас дошла, Карфаген должен быть разрушен. Это основной их враг был за первенство в Средиземном море. Карфаген должен быть разрушен. Вот девиз прокуратуры на сегодняшний день, человек должен быть осужден. Человек должен быть осужден. Осужден любой ценой. Любой ценой осужден. Вы спросите миллионы, которые прошли через жернова уголовной вот этой политики. Они как-нибудь, кто-нибудь скажет, что да, прокурор разбирался в деле. Только осудить. Вот просто осудить и никак. Никакого оправдания. Древний принцип был. Лучше отпустить 10 виновных, чем осудить одного невиновного. Все. Вот его разорвали и выкнули. Сейчас все 10 невиновных должны быть осуждены. Ни один невиновный не должен быть освобожден от ответственности. Потому что это значит брак в работе прокурора. Он не досмотрел надзор за следствием. Он утвердил обвинительное заключение. Он поддерживал обвинение, а человека оправдали. Это же угроза карьерного роста. Возможная проверка ведомственных, выговор. Этого нельзя допустить. Поэтому, ну, людей смотрят как вот на... Знаете, в военные времена, когда вот бездарное руководство считается, что людей как пушечное мясо используют. Вот здесь я говорю, как на сегодняшний день у нас люди, все граждане России, это статистическое мясо, на котором нужно поставить штамп, вот как на свиньи не ставят, ГОСТ. Вот здесь штамп судимый. Или колония, или штраф, но только через судимость, только через обвинение, только через преступление. У нас миллионы преступников. У нас страна уголовная. Мы просто не знаем. Нет человека, в кругу которого нет судимых людей. Он просто их не знает. Не знает этого. Люди не сообщают о том, что они были судимые. Женщины, мужчины разных лет. У нас миллионы судимых. Это за счет того, что у нас система работает только на обвинительный уклон. Игорь Михайлович, предлагаю сейчас сделать небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор о деле Виктора Гребнева. Игорь Михайлович, почему происходит такая тенденция, о которой мы говорили в первой части, это тенденция... Обвинительный уклон. Обвинительный, да. Обвинительный тренд. Да, обвинительный тренд мы его назвали. На мой взгляд, все объясняется просто. Прокурорско-судебным работникам предоставили вот это страшное право, право на ошибку профессиональную. Если подрядчик не так подоконник, там установит, там плинтус, не так прибьет, какой-то брак допустит, его можно по закону защите прав потребителей привлечь к ответственности, содрать с него три шкуры, там гражданская, административная и уголовная ответственности. Прокуроры, судьи, они могут изо дня в день, из года в год, не хочу употреблять термин, колепать, выносить или поддерживать заведомо незаконное обвинение, имея на это право. Это недопустимо. Вот если за каждую отмененный приговор, постановление, измененное, прокуратуру бы наказывали, они бы, вы поверьте, во-первых, бы началась ротация, кабинеты попустили, их просто повольняли пачками, потому что они бы не проходили профпригодность, они были бы дисквалифицированы. Но они из года в год работают. Поэтому вот эти работники приходят поддерживать обвинения, ладно классические составы, там убийство, изнасилование, грабеж, все понятно. А когда идет целый пласт преступлений, там должностных, превышение полномочий, злоупотребление полномочий, это термины, в которых нужно разбираться, или налоговое правонарушение. И вот спустя год сидит этот обвинитель и поддерживает обвинение, и ты понимаешь, так как она читает бумагу, она не понимает, что она читает, что такое упрощенная система налоголожения, что такое уклонение от налога, или недоимка по НДС. Она не понимает, но она смело утверждает, что лишить свободы, взыскать штраф и пошла дальше в другой процесс. То же самое, лишить свободы, у них есть вот это право на ошибку. Поэтому они могут безответственно подходить. Понятно, что все это сейчас к писанине сводится, они пишут речь, они переписывают с обвинительных заключений. В своей массе творческого процесса состязательно не существует. Человек обречен. Попадая в орбиту уголовного процесса, он должен пройти, как в Бобслее, все вот эти стадии, и уже выйти как отработанный материал. У него нет, на него уже не смотрят даже как на гражданина России. Все знают, что он обречен. Идет какая-то имитация игры состязательностей. И поэтому, когда происходит оправдательный приговор, случаем каким-то, это на самом деле нужно сразу же возбуждать дела против следователя, против прокурора, против государственного обвинителя. Потому что это такие уже чудовищные и нелепые нарушения, которые уже ни в какие рамки не лезут. Вы исходите из того, что у нас обвинительный тренд, он достиг такого беспредела, у нас, по сути, это уже напоминает средневековую инквизицию. Но, по сути, это же несовершенство системы, то, что вы сейчас озвучили. Ее не хотят реформировать. Ее не хотят реформировать. То есть приезжал там, скажем так, инквизитор у населенных фонд, вот из ста жертв, которых нужно было сжечь, ну понятно, ведьмы там на луну летали, с дьяволом сношали, все понятно. Хотя бы человек пять отпускали, там искалеченных, израненных, там инвалидов. Ну, миловали, невиновен, не подтвердилось. На сегодняшний день через прокурора не пройдут невиновные. У нас была статистика 0,3%. Сейчас в этом году опубликовали уже 0,2% оправдательных приговоров. Да вы вдумайтесь, 0,2%. То есть из 100 невиновных, все 100, это надо даже, давайте по-другому, в пересчете 0,2%, это из 500 невиновных, тогда одного может отпускают. Ну, выносит оправдательный приговор. В остальных случаях только обвинения. По каким угодно могут быть прекращены дела, переквалификации, но он все равно по нереабилитирующим обстоятельствам человек уходит. Выходит вот из орбиты уголовного процесса, уголовного права. А как же презумпция невиновности? Это, я уже об этом многократно говорил. Забудьте про этот декларативный принцип. В жизни презумпция виновности. Человек обязан доказать свою невиновность. Если он не доказал, значит он виновен. На этом стояла и стоит оперативно-следственная машина. То есть, если человек просто приходит по незнанию с Конституции, начинает объяснять, докажите мою вину, ему быстро все объясняют. Через меру пресечения, заключения под стражу, через вот такое вот обвинение мощное. И он тут же начинает трезветь, понимать, искать какие-то компромиссы и отползать в сторону с минимальным хотя бы обвинением. Чтобы не тронули бизнес в конечном итоге, сохранили здоровье. Я знаю людей, которые просто отказывались бороться, потому что не хватает сил. Они просто разочарованы. Они... Такое удручающее состояние. У человека сначала паника, а потом пустота. Он ничего не хочет никому доказывать. Он говорит, сколько надо, что мне подписать, какие бумаги. И Гребнева довели до такого состояния в этом деле, что одно время, когда он переживал очередную операцию, после очередной операции, он сказал, Михалыч, давай я подойду, подпишу. Ко мне обратился. Все, что они хотят, я отойду в сторону. Я устал. Может быть, так сделать? Может быть, мне застрелиться? У меня... Я говорю, Виктор Григорьевич, это самое простое. На тебя повесят все, что угодно. Ты вот лучше докажи борьбой своей. Вот докажи, а потом делай, что хочешь со своим телом. А сейчас только борьба, успокоение. Ну, я ему такой дал совет. А по России люди признали вину в чем-то. Получили какой-то хвостик обвинительный. Все довольны. Система сработала правильно. Обвинительные приговора, разумеется, копятся, копятся, копятся десятками тысяч. Мы у нас, вы поймите, на сегодняшний день беда в том, что мы живем в Зазеркале. Это как, знаете, 30-е, 40-е годы. Вот мы с телевизора видим, как вот тогда смотрели, кубанские казаки, Волга-Волга, свинарка и пастух, праздник, праздник, праздник. В это время выстрелы, 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 и вот копятся вот эти могильники врагов народа, которых потом спустя 10 лет реабилитировали. Сейчас то же самое. Какие-то освоения Арктики, там успехи в военно-стратегических направлениях, там какие-то поздравления ветеранов. И Столыпинские вагоны народ развозят по всей России, по лагерям. Часть из которых людей вообще не понимает, за что их осудили. Вот то, с чего, помните, я говорил, там есть должностные преступления, налоговые, есть категории дел, которые непонятны, в них даже никто не хочет разбираться, потому что... А порой и невозможно. И невозможно разобраться, но защита разбирается, говорит, да вы что, нелепость, вы что творите, это же маразм правовой. Какой деградант вообще готовил эти документы, поддерживал обвинения, это же деградация, а всем все равно, потому что статистика, статистика, статистика. Самые рьяные защитники, вы знаете, кто в адвокатуре? Это бывшие прокурорские судебно-следственные, извините, прокурорско-следственные работники. Они знают эту систему. Когда они отсюда увольняются, еще до пенсии, потому что люди порой не его держат, они ее начинают рвать так, вот просто отводят душу, как она их ломала, они им этим же платят. Это что, нормальная организация труда, творческая в соответствии с Конституцией? Конечно нет. Поэтому нужно отличать то, что декларируется, написано на бумаге, как и в Конституции, то, что есть. Поэтому принципы в уголовном процессе, написанные дни, в жизни совершенно противоположные. И дай бог, чтобы у людей были грамотные адвокаты, которые смогут разобраться, у людей будет сила, выносливость, здоровье, это само собой, желание. В своей массе у меня много случаев, когда люди просто отказывались писать жалобу, говорят, мне ничего не надо, все, а то еще дадут больше. И человек уходил с какой-то смешной судимостью, условно, когда он не виноват. И приговор вступал в силу, все, читались, преступление раскрыто, осужден преступник, жаловаться не стал. Какую меру пресечения требует обвинения? Меру наказания. Какую меру наказания, простите, требует обвинения? Обвинения требуют меру наказания, разумеется, в виде 8 лет реального лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии. Я понимаю, что это ни в какие рамки не лезет. То есть, помимо того, что устроена травля этого уважаемого способного строителя, талантливого, развалили ТМК, это отдельная тема будет для разговора, для чего это одна из причин, для чего это, наверное, надо было, то есть, что творили с его организацией, как ее расхватали, как вот эти падальщики, то, что стоило миллиарды, там уносили за какие-то гроши. Ну, это уже отдельный блок. 8 лет лишения свободы, это, конечно, уже перебор за полную невиновность человека, вместо того, чтобы требовать отказа, вместо того, чтобы отказаться от обвинения. Ну, я от себя скажу, я видел горе этого человека, вот именно страдания его, его семьи, разрушения, там его, его хронические болезни. Я, как человек с 25-летним стажем, могу сказать, вот в уголовном процессе вот эта травля никому не пройдет даром. Я понимаю, что я сейчас, может быть, несколько груб буду, не сдержан, но я считаю, когда люди убеждены в своем, да, прокурор считает, есть обвинение, адвокаты, они спорят. Это да, это один раз, каждый имеет право вот на ошибку, так назовем это, на оценку там доказать, когда доказана полностью невиновность, и кто-то спускает директивы, какой-то псевдоюрист, юрист малограмотный, но убежденный, вот этот бюрократ одновременно, в том, что надо осудить любой ценой, они должны понимать, это дело Гребнева, как проклятие, окнется им всем. Я имею право, это говорит, потому что я знаю дело изнутри. И когда они там, их близкие, родные близкие, там будут страдать, болеть, погибать, они должны вспомнить горе Гребнева, вот эту травлю, которую они ему устроили, и что они сделали с этим человеком, с его компанией. Они все оголили этот фронт. На сегодняшний день у нас в крае вообще нет строительных организаций такого уровня. Специалистов разогнали, как тараканов каких-то при свете, включили лампы. Полторы тысячи человек разбежалось. Кому это надо? Даже Сталин давал, организовал какие-то шарашки, какие-то организации, чтобы собирал вот этих вот специалистов, чтобы они работали на благо страны. Здесь просто развалили, разбили. Сейчас мосты рушатся в крае, на Дальнем Востоке. Дают каким-то своим компаниям, которые приглашают узбеков и одновременно приглашают негласно специалистов вот с этого ТМК, чтобы они что-то им помогали, давали совет. Это 21 век что ли? Или 15 век? Как это может быть? Для чего это? То есть здесь по сути дела это какая-то диверсия. Вот в части даже правоохранительного блока что это они творят? Более того, они помимо 8 лет лишения свободы потребовали Гребневу еще 2 года дополнительное наказание, лишили дисквалификации профессионально, чтобы он не занимался стройкой. Ну это-то вам зачем? Вы и так его растоптали. Он еще 2 года не будет заниматься строительством, профессионал высокого уровня. Вам это зачем, чтобы он ходил просто по дому там деревца подрезал. Это надо этой стране великой. Ну значит надо кому-то. Я понимаю, что может быть этот вопрос сейчас прозвучит странно, в свете всего вышесказанного, но тем не менее, каковы ваши прогнозы в данной ситуации? Я скажу так, сложное будет дело, особенно для судьи. Несмотря на обвидительный тренд, вот к моему удивлению, и я благодарен, что судья, взяв на себя, может быть, такую, фактически, понятно, законно-нормативно, подложенную инструкцию, не так ответственность. Как правило, судьи нервно проводят процессы, вот чувствуется вот этот сразу, как мы же многократно говорили, вот это вот обвинительное давление. Вот здесь нам судья создала все условия, чтобы защита выговорилась, дала возможность. Несмотря на то, что вокруг этого дела, какие булькали ситуации и борьба, как нас вот и ограничивали, не суд, не суд. Вот как создавали сложности в поиске представлений, доказательств, я это не буду говорить, потому что вы вообще в это не поверите, что такое может быть в 21 веке. Но что касается суда, то есть все было корректно, но это судья, тоже человек системы, я не знаю, что там будет внутри, и поэтому не могу прогнозировать. Я как защитник убежден, и я знаю, не как защитник, не как юрист, как человек, что Гребнев невиновен, и ему необходимо вынести по космодрому оправдательный приговор с разъяснением права на реабилитацию. Игорь Михайлович, я хочу поблагодарить вас за сегодняшнюю откровенность, за этот разговор, желаю вам успехов, спасибо большое, что нашли время и пришли к нам сегодня. Спасибо вам. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин